мне одному выпуске тбп напоминает это уже два пива пожалуйста всем привет третий сезон подкаст то ли дело прачка меня зовут сергей соловьев слева от меня сидит валерий константинов напротив меня сергей сидит андрей бетин ну на самом деле не сидит но в принципе вы не заметите на самом деле что он есть что его нет и справа от меня другой андрей андрей у которого фамилия тоже андрей практически андрей андреев из пивоварни плак брю у нас миксовый такой сезон третий начался и мы решили как продолжать эту историю мухтара мы выгнали вот вернем его обязательно в следующей серии но пока без него и вот собственно говоря мы с этого и начинаем этим и заканчиваем всем спасибо пока можно было снимать тогда студию на один этот на одну минуту до мухтара в будке сегодня праздник да там к нему коты пришли там собаки пользуюсь случаем поздравляю от лица бингуса и шлёпы поздравляю мухтара с днем рождения будка живи будка не гори будка на цепи на самом деле вопросов накидали не так много вообще в принципе зачем накидывать вопросы когда можно просто пообщаться да но сам первый который вот возник сейчас а ты веган потому что перед прям перед записи выпуска ты ел именно вот в веганском кафе нет я не веган я какое-то время был веганом но долгое время уже нет но не знаю не я я ем все подряд практически практически кроме там всякой херни души копчиков людей на джок есть у меня такие знакомые и едят людей которые некоторые куриные да они они я не знаю просто для меня нормально там сходить джиганат какой-нибудь в москве когда я была поесть веганской кухне джиганат это что-то арабская я вообще больше не джиганат это индийская кухня если будете в москве это реклама не заплатить подождите я один точно сижу кому не переводит получается конечно конечно это же современный мерча стагана это так работает да я на самом деле не говорили про веганом и все и надоело я ходу в этом за самый главный вопрос на самом деле который возник вообще в принципе когда почему мы говорим сегодня с андреем андреевым потому что близится фестиваль а а фест он называется он будет в день рождения братика так называемого а это было кстати да упомянуть андрея андреев тот самый братик вот и когда мы обсуждали вообще принципе этот выпуск возник вопрос откуда появилось слово пенная в рекламных материалах это очень прям будоражило народ прямо они его задавали вопрос а почему пенная как так это же фестиваль для биргика я не хочу слова пенная меня это бесит на самом деле вот сейчас будет ответ он очень большой и развернут и будет хотя он таким и должен быть и мы должен быть короче это фестиваль не только бибергика да у нас будет много крутых пивоварен части с которых мы еще не огласили но я дожди мы сегодня это сделала вот а также большое количество людей будет не из индустрии это фестиваль в первую очередь культуры некую культуру потребления в том числе на неком скелете именно пивоваренную индустрии в отрасли нынешнего вот этого крафтового пивоварения которое которое я очень ненавижу это слово крафт что значит крафт вообще хэндмейд пакет ремесло ремесло ремесленные ремесленные пиво а что такое не ремесленные короче не только для бригитов мероприятия мероприятия для максимально большой и широкой аудитории совершенно разных людей и когда мы рекламу делали том числе в соцсетях нельзя же рекламировать его вы все прекрасно знаете ну разве что там безалкогольная чем пользуются многие компании у нас нет линейки безалкогольного пива мы не можем так делать но можно использовать за слово пенны вот и здесь сразу два момента почему мы его используем первое чтобы привлечь ту аудиторию которая не шарит в пиве которого мы можем познакомить с интересными напитками второе как раз чтобы ботхерту выслать на самом деле потому что в этом году ботхер для крафтовиков это главное ну да вот ты сказал то что это не только фестиваль там для бергиков а это для широкой массы людей у меня почему-то в первую очередь вспомнилось а вас не будет билета короля фестиваля за миллион рублей это ну понял да 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 гречи да или нет это был жарить у гречи тоже был какой-то билет там ебейший просто короче у нас тоже есть ебейший билет вы все думаете да нет у нас есть випи билет на самом деле он отличается тем что там сервис там больше именно подарочных штук очень крутых будет и самое главное наверное випи билеты это то кто туда придет кто там будет и скажем так в полной мере я не могу распространяться этой информации но будут различные люди которые скажем так принимают решения многие в том числе связанные с законодательством могут а тюкину позвали тогда да конечно а там будет ринг ринг тюкины с кем ну вот законодателя возможно позвали мы много кого много кого из тех людей как мы хотим показать что фестиваль пивной но культуры это круто это современно это очень интересно для совершенно разных слоев населения и это для того чтобы в перспективе облегчить некотором плане знакомств людей с напитками такими интересными по всей россии вообще в целом в некотором плане продвигать эту культуру массы не только в развлекательном но и в законодательном плане медовуху разрешают что настоящее блин я вот не знаю я очень хотел четверболк будет скажи сразу четверболк будет если четверболк не будет все не зовите меня на это мероприятие я не пойду все не знаю как так-то так уж можно билет купить да и все вот а так випки еще будут скажем так другие напитки не только пиво и напитки меды и сидра но и вода на самом деле нормальная тема с точки зрения бизнеса я вот сейчас подумал продаешь два вида билета на фестиваль одни в два раза дешевле другие в два раза дороже в чем суть тех которые в два раза дороже там есть туалеты и там есть вода и в принципе все как бы в подарок на самом деле такую класснейшую площадку сейчас взяли для этого мероприятия что там туалетов больше 50 штук только на площадке и это просто она бим я так и не понял на открытом воздухе то будет или нет а у нас и на открытом и в помещении помещение огромное двухэтажные я ни разу там не был у меня жена была там на водке вот как есть кстати там жила ладога ладога проводит постоянно свои мероприятия посвященные крепкому алкоголю и если это то место как бы она сказала блин нифига себе крут ну типа очень классно это лучшая площадка питера ну я лучше не знаю просто и там вместимость до 3000 человек только на самой площадке плюс у нас целый двор который больше еще чем эта площадка и в целом конечно мы ожидаем большое количество людей большое количество пивоваров будут весь так называемый бомонд пивной и не только в принципе можно заканчивать тем наш выпуск не про фестиваль да я помню сейчас тебя дурацкий вопрос знаешь какой кстати выпуск выпуск господи вопрос вот возник лично у меня я когда зашел на ваш сайт почему ваш дизайн очень сильно похож на дизайн бкд 2017 те же цвета те же диагональные срезы вот прям вот я прям сразу вспомнил но валера заметил кстати реально я видел просто эту историю это прям максимально прикольно то что типа пиопе до 1 же бкд правильно это был не 1 бкд по 2 по 2 да прикольно слушайте на самом деле я хотел взять буклет и принести показательные забыла просто они у меня есть это люди которые делали дизайн как обычно у нас это любят вообще в принципе это во всем мире так любят этот как вспоминают что давно забытое старое делают все таки ее мою них мтс же пиздил у этого хуёва логотип ничего страшного не было вот у кого у мтс логотип с яйцом но это испанское агентство недвижимости которое называется уэва ну пишется хуёва 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 да и как бы в принципе никто особо не заметил это штип ну реально агентство было которым там миллионы денег занесли рекламная так это лера открыл гном и пиво мы сейчас все скукожимся поэтому я не буду доставать до микрофона ближайшие 15 минут два пива пожалуйста но ты принес 4 у нас сегодня максимальный асмр выпуск на самом деле получился сразу немножко расскажу про это гном и пиво это адамбир адамбир эта стилистика очень интересная именно здесь интерпретация такой кисловатенький копчененький карамель некий грековатенький миру и с эфирами довольно достаточно яркими очень крутая штука на самом деле и мне кажется я один единственный кто в россии адамбир варят их уже штук шесть к слову про адамбиры и про единственном россии есть вообще какой-нибудь стиль пива который ты еще не сварил да их много их очень много и у меня я больше скажу сейчас в ближайшее время много чего еще выйдет интересного а это какая-то фишка ты хочешь сварить вообще все существующие в мире стиле пива или просто вот хочешь быть первым в российской так скажем пивной культуре который сварил какой-то определенный стиль пива да не изначально хочется просто знакомить людей с необычными стилистиками немножко расширять всю историю ну и плюс но я был бы не мной мне кажется и не было бы здесь никакого смысла если ты еще потом примере не приносила деньги в какой-то мере не способствовал тому что мы тем самым делаем всякие штуки необычные помимо популяризации интересного напитка еще и вокруг себя небольшой хайп создаем он постепенно растет на самом деле а че не смузи смузи тоже вы а есть да смузи да значит никого не обращал внимание даже если честно я вышти выпустил эту я звоню смузи вот так вот с выпечкой надеюсь смузи значит выпечка к слову говоря у тебя же коллабов до хренища ну а еще будут новые с новыми людьми очень кстати говоря прям смотрите я вам сейчас скажу кулу фотографию которую я так просто и не больше никто не видел кроме ее на подкасте не будет выйдет скоро совсем покажи не знаю там что-то написано непонятное да я возьму это работам да это джанин или пулька пульки пульки вот кстати про не пиво а вы когда планируете начать делать лимонады у нас есть лимонадом их продам в очень большом количестве просто на данный момент у нас модернизация производства идет мы сейчас уже запустились и заново уже сварили полную 6 тонн лимонады делаем дело много у нас их очень много прерывается в наших заведениях название тогда лимона до истома истома ну это и как броня пока что когда они пока что только на розлив но мы сейчас прорабатываем дизайн и они будут у нас первостепенно в бутылках прозрачных тоники будут тоники возможно мы делали тоники на для ребят контрактников мы делали к выру для контракта то что грубо говоря мы познакомлены были с этими рецептурами мы думали в перспективе тоже запускать но это более геморрой нечем подожди то есть ты сейчас про парадокс сказала не не парадокс не только парадокс том числе да чё парадокс а парадокс же сейчас все линейку тоников хочет выпустить парадокс вообще супер пивоварня было до того как я узнал что там от него ребят пиво ну я просто думал что они у вас на площадке делали не не именно эти тоники не когда-то давно может там какой-то другой был вопрос на самом деле конечно нет вообще не про лимонады это просто мой собственный интерес потому что мы просто перешли потихоньку от фестиваля про который никому не интересно слушать к пивоварня о которой никому не интересно слушать и у одного моего коллега не говорим про колу такой пивоварни нет тоже господи кто такие я только помню была пивоварня калибгран корли хорошо я помню пивоварню митра я был в золотом составе дым его мне больше нравится плейджа брюв плейджа брюв это вас так называют плейджа типа удовольствия вот даже сегодня представил серёг как сказал андрей спиор никакой плагбрю да нет неправильно не плагаю мы плейбрю плейка чума плейк вот так как насколько называют плаги брю плаги плейджа брюв плейджа брюв плагу я тоже хороший кстати название плагуя 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 ну типа получен звучит как-то по-испански но тогда-то плагуя когда пиво с рисом и морепродуктами это это уже было серьезно у нас есть рисовые глаза и у нас есть несколько видов даже рисовые газы у нас рисовый лагерь газы с креветками чесноком но если кто-то слушает нас из дарника то скорее всего скоро будет пиво со вкусом паэльи я надеюсь что нет почему не знаю просто надеюсь на это надежда умирает последним ну это да это всегда кстати говоря кто сейчас варят дурник раньше там 3 матвеев этим занимался а я знаю кстати кто варит бёрнинг помните лет так и так 10 назад был популярен мем когда люди из икеи заходили в комнату и там такое чудовище типа название придумывала для для игрушек и так далее вот икея в россии закрылась ушла из россии и собственно говоря а животные то вот эти все чудовища были на местах теперь он просто варит пиво плак заметили как и популярный бёрнинг про них в каждом выпуске говорим конечно они не понимаете ребят что тем самым что вы здесь говорить постоянно вы им кассу дополнительно делать конечно сереже переводит горшочек должен варить постоянно к слову про пиво про большое количество сортов и про название у тебя было отвратительное название на одном сорте пива нет это не отвратительно это трудновыговариваемая у вот да это самый первый не сарс или как-то вот 2019 ну блять но это же пиздец ну знаешь как быстро ну это мое самое первое пиво пиво на плейк брю и блин ребят маркетинговый момент если ты хочешь залететь из двух ног тебя надо ты даже не должен делать пиздатый продукт именно вкусно но тем не менее вот тут молочный стаут с гвоздикой и апельсин был охуенно очень вкусный очень клёвый очень много из людей из индустрии похвалили сказали очень крутая работа с водоподготовкой там и так далее то есть для новичка там хорошо бы при этом при всем как новичку продавать пиво нужно припануть как кто-то может считать что это типа хайп на смерть я так не считаю ну вот я это воспринял именно так я и не ты один есть такие люди как это восприниму подобным образом но блин ребят у нас и не знаю в одной пиво армии вообще бурбонная чума чума сколько делается намного больше чем к и кого когда было не чума когда ковид но ты же понимаешь что мануальности и испанка же тоже другой стороны не называют не но это просто как бы ну очень сложно к этому относиться как-то там хорошо плохо просто с другой стороны люди же делают пиво где гитлер целуется со сталина или делали мы как и спортсруда сделаем как-нибудь выпуск который валили валили пиво с гитлером где они сейчас это нужно выпуск на youtube делать нарезки и топ-10 пивоваров и потом фотки из разных камер и могилки да не слушай мне кажется нормально это было еще в самом начале когда никто не умирал вообще от этого а потом вся эта тема начала то есть из-за пива получается да из-за пива не умирают же вроде нет ну смотри какой пиво из-за сидра умирают из-за чего умирают из-за сидра из-за сидра умирают но мы оставим до следующего выпуска потому что у нас будет в следующем выпуске тоже один секретный гость мистер сидра губернатор губернатор самарской области и все люди которые имели отношения к производству этого напитки я одного не понимаю почему никто еще не сделал хуманизации мистера сидра бля не надо тогда слушать сделайте кто-нибудь я знаю тут много по по-любому кто-то из картовиков сварит пиво с названием мистер сидр я думаю что это скорее всего будет и там яблок это будет гуси чтобы навсегда до конца уже убить свою последнее время очень очень круто выросли они делают очень хорошее пиво и чески у них физики последнее время некоторые я на их стороне в споре с atomic heart потому что я считаю что atomic heart это самая хуёвая игра на постсоветском пространстве которая когда-либо выходила но это как бы мое личное мнение а когда лучше лучше какая естественно balldors gate 3 вы в курсе что мы превращаемся в подкаст нефильтрованная моя любимая игра с по советскому пространству это аллоды 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 топовые я знаю слушай эту колоду онлайн знал и все не аллода первое что это была история вообще лучшая игра которая вышла на постсоветском пространстве это дальнобойщики и все и здесь как бы можно в принципе разговор этот закрывать там же еще была типа игра и корсары которые корсары была я знаю даже играл но это мы лети казаки казаки делали в стране нет казаки это студия украинская мы возвращаемся к пиву я просто помню первый раз когда я увидел пиво с названием сарсков нков 2019 до я просто помню историю почему в войне очередь меня это прошло я делал с володи наумкиным слепые дегустации пива и нас ругали за то что мы делаем пир во время чумы и я думаю такое тогда еще в баре братство певца на курлянской происходило я думаю такой нас обвиняют в том что мы напротив всеми известно что мы типа первое время чумы устраиваем а тут еще и пиво с названием онков 2019 стоит но это же прям вообще уже как бы это вот кстати вот это как это как underdog еще бы пиво от пивоварни варвар поставил на кран помимо вот все это известная история украинский золотой эль вот его оставили бы вот ну или кстати на фисте каком-то в москве по-моему был украинский золотой эль от пивоварни про отчислить да то вам не правда я просто хорошо знаю пивоварню потому что мы привозили от них целый ящик разного пива я помню попил почти все сорта на тот момент их в 2019 наверное году может 18 я вот не помню вот тогда это казалось не более чем просто забавной фигней сейчас я конечно не готов это здесь обсуждать это можно потом в другом месте без микрофонов и наушников с микрофонами но в жопе это будет последствия обсуждения а то как быстро не наступят это мы узнаем если вдруг вот а может вернемся немножко к фестивалю это уже мой чисто любопытный вопрос а почему решили вот вот так отрезка неожиданно на самом деле думали раньше очень долго согласовывали площадку в этом есть трудности согласование на самом деле занимает очень много времени все последующие мероприятия такие масштабные мы будем значительно раньше начинать готовку но слушай все идет своим ходом все идет очень круто есть ощущение что мы придем даже больше чем изначально планируем а вообще сколько планируется и какой лимит участников в смысле посетителей гостей 50 человек тысяч нет вообще изначально мы планируем на 2000 именно гостей продать билеты плюс мы же довольно немало пригласили людей из индустрии кто занимается поставками сырья поставками оборудования поставками тары кто занимается дистрибьюцией у нас даже будут представители и т.м. то есть мы тоже на фестивале будет литорию читать володя придет просто что ли нет наукин тоже наукин они позвали да наукин будет наукин будет него еще лично позвал давно с ракетками и шариками да и со столами для пинг-понга нет он с клюшками для гольфа у нас как раз через стенку там эти штуки где лазают скалодром скалодром да вот уже у нас любит путешествовать в гору вот как раз представляешь это пьяный бергик лезет на скалодром ему пуза бежает потому что лезет на скалодром чтобы добраться до туалета до которого нет очереди это важно же для у нас вряд ли будет прям очереди очень единственным конечно туалета дофига но именно учитывая габарит некоторых кабинок твоём не влезть да домбергиком да не я шучу конечно можно сколько угодно шутить проект бергиков про их баринас так далее хотя на самом деле определенный любой фестиваль там процентов 80 людей наблюдаю щавы и либо, наоборот, подкачанными. Это потому, что ваш крафт из водой сделается. Бергик умирает уже потихоньку. Ну, не в смысле Бергик, который на фонтанке, а Бергик как классовый вид просто. Ну, типа, нормальное пивко, оно становится интересным вообще, в принципе, нормальным людям, а не тем, кто пришел ради нового чекина на фестиваль. Ты был в Туле в этом году? Я не был в Туле в этом году. Ты не был в Туле в этом году? Слушайте, говорят, что в этом Кирилл Меткий. Это фамилия, заметьте. Очень смешно, когда он подписывает и там очень нерядно даже. Это шутка. Вот. Я был на первом фестивале самовара. Я тоже был и была похуена, на самом деле. И нам кое-кто показывал хуй свой, но это неважно, ладно. Человек сидит спрямо от меня, но я этого не помню. Ты хочешь, что ли, показывать? Нет, про тебя речь. Справа, он слева сидит. Ну, короче, вот, суть в чем. Ты был тогда уже сильно пьяный, потому что фотка это была тоже. Да не, я постоянно хуй просто показываю. Первый. Ты же не Самошкин. Да, я говорю, что я не Самошкин. И так вот. И так вот. И, короче, первый фестиваль был максимально хардкорный, типа он прикольный. Мне понравилось прям очень сильно своей вот этой хардкорности, и при этом при всем нормальной организации. Как Skull Fest или это как это? Не-не-не, он прям реально вот такой фестиваль. А в этом году говорят, что прям он же пушанул, что там же изначально меньше нужно было, типа пивоварен, а получилось больше. И туда, короче, ломанули бергики. В прошлом году их было очень мало. Ну вспомни, реально же. Ну как бы нормальные люди что-то подходят, пьют пиво зеленое, короче. И все хорошо. А в этом году реально туда, говорят, ломанули бергики, они прям там давали свои критические комментарии, которые вот, что им там не нравилось в фестивале, что там какой-то, блин, люди не тихие. Что душно. Пиво не то, душно. И объемы не те, там же бокал 0.33 давали. Да, я даже где-то читал чекин, ну не чекин, может чекин, может просто комментарий, может быть в каком-то из чатиков информацию, что чувак пишет, блядь, пиздец, стою, и просто передо мной человек спрашивает, а у вас есть светлое нефильтрованное, что за пиздец? Типа, блядь, чувак. Блядь, ну это, ну серьезно, это Штула. Ну как бы, нет, я понимаю, все прекрасно, но, блин, почему бы не... Это нормально, что ты спрашиваешь? На лоботомии спрашивают про светлое нефильтрованное, ну камон, ребят, ну, а вы тут говорите, блин, по поводу этого, по поводу фестиваля в Туле. Все боятся просто себе в этом признаться, пытаются чувствовать себя к ним. Не, ну все же еще, все же еще с чего-то начинали. Я, наверное, тоже раньше спрашивал светлое нефильтрованное, когда-то. Я пшеничку, я пшеничку никогда не любил, поэтому всегда логерок просил. Я не знаю, я раньше любил бархат. А, то есть ты просил логерок, ты говорил, а у вас есть ячменное, да? А у вас есть светлое нефильтрованное? Нет, обычно просил ячменное. У вас ячменное пиво есть. Ячменное, я, кстати, не прочтил, верно. Ну так вот, короче, и к чему мы длинный заход вот этот сделали по поводу бергиков и всего, что фестиваль в Туле, что как будто бы, в принципе, сейчас вообще все фестивали пивные, которые устраиваются, они устраиваются не для бергиков. Вообще любые мероприятия, я думаю, что они устраиваются не для бергиков, потому что, ну, это потерянная история. Пиво варится, не для бергиков. Блин, пиво варится, я знаю прекрасно, что пиво варится. Есть несколько пивоварин, которые прям варят для бергиков, но из-за этого у них развитие немножко стопорится. Вчера у нас был разговор как раз об этом с человеком, который тоже раньше с вами в первом сезоне записался. Да мы не против упоминания его как есть. Так я не знаю просто. Это их... Это не моя война, ребят. Я вообще не про это. Упоминай как этот. Я могу как угодно упомянуть. Я захотел так упомянуть. Все, теперь все поймут, кто это. Да нет. Называй его курлянским пациентом. Короче, мы сеней. Мы сеней как раз вчера на эту тему общались на Крафтовухе. О том, что действительно сейчас... Блин, мы же занимаемся бизнесом, ребят. Нам нужно расти. Нам нужно делать тот продукт, который раньше даже не делался. Вот как, например, история с безалкогольным пивом. Пиздец, оно просто пошло лето. Вообще летит. Мы сварили тестовую варку безалкахи. Все, нету. Вообще прям сразу разлетелось. И бергиков становится намного меньше. Мы стали выпускать пиво намного больше, чем раньше. Мы стали продавать его в разы больше, зарабатывать больше. Но чекинф у нас стало меньше. Их не меньше стало. Их не стало меньше. Их в общей массе процентовка... Нет, их реально стало меньше. Их стало меньше. Я просто знаю, где они находятся все. Они находятся в Грузии, в Сербии, в Турции, в Болгарии. Один есть, который свои ебало не хочет светить. Я это транслирую специально. Они в Европе, в США. Они уехали из России просто этот как его и все. Да не только по этому. Из Петербурга их очень много с этот как его свинтила. Я не думаю, что это так. Просто смотри, в чем изначально был заход наш. Например, мы максимально раньше часто делали презентации как раз во всех заведениях, где больше всего чекинф. То есть если Питер берем, то спонтан. Чуть меньше топ-хопс. И еще поменьше. В параграфе больше был чекинф. А вы потому, что как-то сильно не очень сильно любили общаться между собой. Нормально общались. Они нам просто денег до сих пор должны дать за параграф. Кто они? Он параграф должен. Параграф должен. Параграф отдастся. А много? Да не много. Да нет, тысяч 20, может 30. Хуйня там. Да. Из-под коня. Сержам не 925 рублей толще. Так вот. Просто, ну, в целом метили в те места, где, короче, сидят берегики и варили в основном то пиво, которое мы понимаем, что пожарнее, плотнее, поинтереснее, понеобычнее, чтобы как раз на эту публику ходить. Сейчас публика максимально диверсифицирована. То есть она намного шире стала. То есть мы сейчас большое количество площадок, там, концертных, неконцерных для мероприятий поставляем пивку в рестораны, в различные отели и так далее. где просто, ну, там чекинов нет. Хорика. Хорика вообще. Хорика. Традиционная хорика. Шаришь? Да. Есть просто нетрадиционная, но, наверное... Нетрадиционная хорика. Но она сейчас закрыта, там, типа, ЦС, вот эти все, вся история, она закрыта, к сожалению, да. Так вот, и в целом, просто из-за того, что мы не начали, не продолжили работать только на вот эту аудиторию, мы очень сильно выросли, прям, вообще, прям, ну, раз. Не знаю, всем, наверное. Вот немножко вернусь назад по поводу того, что чекинов стало меньше. Ну, нет, вот именно в цифрах, именно в цифрах скажу. Еще полгода назад и больше, там, 8 месяцев назад, 10 месяцев назад, у нас было в среднем 2 500 чекинов в месяц у пивоварни, сейчас 1500, ну, сегодня, смотрел, 1700 было, 1800 плюс мини, но все равно их становится реально меньше просто. Вот я сейчас просто к чему, вот я сейчас попил 2 твоих пива, которых у меня нет в чекинах, а мне уже неинтересно, на самом деле, его чекинить, вот мне как... Слышь, за чекинь. Я просто, мне, я попил, да? Я попил пив, пив вкусный, мне понравился, я... Мне, на самом деле, у меня, по-моему, даже ни одного дамбира нет за чекининого, но я вот смотрел, когда Сережа такой плохо, ну, не так быстро пил, как я, я такой думаю, блин, может, ему не нравится, может, я его себе перерываю и сам допью. Я его пил уже, я его пил уже, я знаю, что это за пиво, я его пробовал, оно в параграфе на крайне стояло. Именно этот не стоял, стоял другой, но, да, этот... Ну, то есть, как бы, не, я, ну, типа, понимаю всю эту историю, ну, просто, блин, нормальным людям, я сейчас подорву всем пуканы, чекинить уже впадло, ребят, переходите в офлайн, ну, переходите в офлайн, тут гораздо интереснее, тут можно пообщаться с людьми лицом. А ты знаешь, а вот это вот чекинить пиво, это история с фотографией, но очень похоже. Я ни капли не говорю, что это там где-то плохо и так далее, что не надо делать. Нет, наоборот, делайте, ставьте нам хорошие оценки, пожалуйста. Пожалуйста. Так вот, эта история как с фотографией, когда ты едешь на отдых куда-нибудь в горы, там, на море, и не знаю, там, в джунгли еще куда-нибудь, и ты фоткаешь, ты теряешь момент, точно так же с пиво. Когда ты чекинишь и теряешь моменты наслаждения. Вот есть такая песня на самом деле, потому что это вообще сейчас с пивом никак не связано, я просто сейчас расскажу немножко и свои... Ты будешь петь песню, что ты сейчас читаешь рэп. А не спеть, а не спеть, все, закончили. Этот был когда в Архизе, вот недавно я на Замеге был, да, причем там у нас были, ну, перевалы такие высокие, снежные. Я сначала подумал, что это, не знаю, ты играл там в какую-нибудь игру ролевую, и там в Архизе... Нет, вот в Архизе, в Архизе, в горном курорте. Спонсор третьего сезона. И когда я бежал и видел вот эти вот горные озера, вот эти вот заснеженные вершины, по которым ты сам тут же бежишь, да, вот по снегу, по камням, по всему-всему, и тут же у тебя ниже там эти зеленые олимпийские луга, и я пойму, я не хочу телефон доставать. Потому что я отвлекусь на телефон, я буду смотреть в экран, а не на то, что я вижу. Я с женой со своей спорю из-за этого постоянно, она любит фотографироваться, я вообще, в принципе, не люблю фотографироваться как таковой, и не люблю фотографировать какие-то моменты, потому что у меня же мозг, пока мой мозг жив, пока я жив этот, как, это все лежит у меня в памяти. Ну, типа, фотографию я не буду пересматривать, это совершенно не те ощущения. Так же есть с чекинами. С пивом. Вот я хотел дальше дополнить, что вот когда я пью пиво, я не хочу прерываться на то, чтобы я его сфоткал, там, и потом чекинил, посидел, вот, и чекинил. А у меня, типа, нет фотки, нет чекина, понимаешь? Ну, типа, я так могу, все что угодно, за чекинить, даже не пив. У многих это правило есть, у многих это правило есть, что, типа, нет фотки, нет чекина. А я недавно его отбросил. Я просто, ну, если за чекинил не сфотков, не факт, что ты его попил. Для меня это не совсем честная история. Не по-пацански. Не по-пацански чекина. А при этом, когда я его пью, я понимаю, что я хочу его пить, я хочу не прерываться там на что-то другое. Вот, я и как бы, ну, не достаю телефон, а уже потом, когда я его выпил, и понимаю, что, блин, и уже, типа, это ушедшая история, думаю, ну, да и хрен бы с ним. Ну, за чекинью я или не за чекинью. На что это повлияет? По сути моей, ну, своей, в принципе, ни на что это не повлияет. Пиво как продавалось, так и будет продаваться. Его как будут брать, так и будут брать. Кто будет смотреть на мой чекин? Да, 15 человек, ну и... Слушай, у меня по-другому работает. Не 15, пару с 8, может быть, смотреться. Я сам чекинью и чекинью постоянно, ну, то есть, вообще, чуть ли не каждый день. Ну, сейчас, последнее время, при подготовке к фестивалю, я пью только по четвергам в основном и выходные иногда. Ну, вот сегодня выходной, как бы сегодня можно. Ну, вот. А так почти каждый день там чекинью. Почему? Потому что, я не знаю, я с детства такой манчкин, мне нравится все собирать, все тащить, все коллекционировать. И вот это вот чекин, это коллекция того пива, что я выпил, вот так вот мое воспринимается просто. И точно так же я хочу попробовать там все стили сварить, точно так же коллекция пива, которое я сварил. Ну, то есть, все-таки есть, это штука есть, да. Мы просто как-то так перескочили, я не успел про это рассказать. Эта штука есть определенно, да. Вот у меня даже есть файлик на компе, Excel-табличка, где выписаны все стили в Антарктии, которые есть. Сорт наш, который сварен, именно, и у которого больше 150 чекинов, и средняя оценка больше 3,8, и я ставлю галочку, что окей, закрыт, окей, закрыт. Ты задрот. Да. Получается, что да. А есть вообще пиво, которое ты хочешь сварить, но не можешь? Есть один стиль, не могу, потому что мне просто... Это рау-раушен стильский, байский, хепфи-вайтсен-бок. Звучит очень похоже. Звучит очень похоже, это брау-швейгский муми. Вот. Ну, расскажи теперь всем, что это. А вот. Да хуйня какая-то. Да нет, по сути, по сути, это вкусно. По вкусу тоже. По сути, вкусно. По вкусу, в основном. Это, ну, можете ждать, реально, у нас будет из этой музыкальной серии пиво. У нас есть музыкальная линейка пивасов, которые в сургуче, там, выдержанные во всякой, не знаю, в муравьейной кислоте, и так далее. Короче, ну, там, типа, с виенными нотами, с хуинными нотами и так далее. С хуинными нотами это почти любой крафт. Да. Такое ощущение, что в России, по крайней мере, да. Так вот. И в этой же линейке у нас будет браво-швагимун. Это, если прямо совсем кратко говорить, то это что-то вроде, ну, глюйтового немецкого барливайна. Условно говоря, это какое-то крепкое пиво, но вместо хмеля использовались травы, так? Да, там использовались травы, причем огромное количество. Я сейчас даже могу назвать перечень трав, которые обычно должны быть. Интересно? Нет. Хорошо. Давай это будет... Простите, я проснулся, все нормально. Нет, давай это просто будет немножко загадкой. Это просто будет загадкой, сейчас ты все перечислишь, потом будет не так интересно читать. Да, там просто всякие странные травы, вроде кровохолебка, знаете, такое крово, а вот она там из... А, это где она растет? У нас в лесах разная растет, не странно. Нет, ну, это интересно, но это интересно не сейчас, потому что сейчас все карты раскроешь, и уже потом будет, да, немножко скучновато. Вот, поэтому пусть лучше... Главное, напишите все это на этикетку. Я такой на суту сижу такой, короче, когда, типа, руки сложил, короче, на крест, на кусту. Ну, ладно. Хотелось рассказать. Серега там кому-то сердечко присылает. Да, это моя работа. У нас есть шуточный вопрос. Давай. Ну, вот он, да, я вот записал, чисто поржать. Да. Вы все еще карбонизацию карбидом делаете, или уже назад перешли? На углекислый газ. Да, на углекислый газ. Это была шутка. У вас же были в свое время взрывающиеся баночки? Да, у нас было такое. Это по ряду причин. У нас были проблемы с гашингом, действительно, когда мы еще не научились с арбатом нормально работать. Мы используем в ряде пива именно то, которое с фруктами и так далее. Фруктовым соком, пюрехами и так далее. Мы используем с арбаткали и метабисульфит натрия. Это связки, в принципе, очень неплохо работают. Это абсолютно нормальная, безвредная консерванка, которая присутствует практически во всех продуктах, которые вы едите. Тоже творожки. Метабисульфит, его же, если припрофит, очень серый дает. Вы про порошковое пиво сейчас начали разговаривать. Я просто потерялась. Нет, метабисульфит очень тоже сильно. Я его просто использовал в метабисульфит. Ну, да. Его просто много нельзя использовать. Был такой факап с одним человеком, когда я по контракту варился еще, он говорит, да надо, короче, 1 грамм на литр. Что-то много. Метабисульфит, я такой, блин. Тут же до хрена. Я добавил. Так, ахуя. Пожди, я добавлял 3 грамма на 20 литров. Да, я добавлял 10 грамм на тонну. Ну, вот. Ну, как бы. 10 грамм на тонну. И ему надо добавлять. Ты и то много добавлял, скажу. Ну, у меня был мед. У меня был мед. И что? Он, ну, там же немножко по-другому все-таки первичка была сразу на ягодах. Короче, не суть. Он не метабисульфит. Он не гасит работу дрожжей. Он для другого... Для обеззараживания. Да, я знаю. Вот именно поэтому я его добавлял столько. Потому что это свежие ягоды. И все равно все эти дичь, которые я с ним там дрожжами веду, я не могу снять никак. Смотри, если ты делаешь мед, если он у тебя больше 6 градусов, ты не можешь на ничего абсолютно не добавлять. Если меньше... Нет, очень сильно окисляется даже насухо выброженный больше 10 градусов на мед. Окисляется очень сильно. Ватс в тонну ходит вообще. Если он у тебя насухо выброженный и более сладкий, с одинаковым содержанием этанова, более сухой будет легче окисляться, потому что сахар... Вот у меня сухие делали. Потому что сахар тоже является консервантом. Да, консервантом, да. Ну вот у меня были сухими, да, именно, и поэтому как бы у меня окислялись в ацетон. Но ходили очень сильно. И там уже ничего с ними появилось. А, ацетон. Да. Почему они у тебя уходили в ацетон? Нет, это не ацетон. Ацетон и уксус развиваются во всех напитках, только тогда, когда есть доступ к кислороду. То есть где-то хопнул, получается? Да, да. Ну, открывал ферменты, скорее всего, туда попадал кислород. Просто без доступа к кислороду они не могут развиваться. Ни уксус, ни ацетон. Ну, это так, дни минувшего прошлого. Я хотел вопрос задать. Вы же делали сладкий мед, правильно? Да. Сладкий как пряник от Покровского пряника. Это вы сезона подкаста. Спасибо огромное. Я, наконец-то, влез в разговор. А вообще, в принципе, мы разговаривали про гашинг, про бабахание банок там и так далее. У нас, кстати говоря, был гашинг не только с... Вот, 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 я хочу перейти к этой истории. У нас был и с классическими сортами тоже. У вас были скандальные вообще ситуации какие-то такие, что там прям пизда для бренда, короче? Или вот подрыв банки это максимум? Было, было. Ну, я помню, жусики окисленные. Нет, не окисленные. Прям вообще, это пить было невозможно, я просто помню. Там еще хуже было. Короче говоря, какая тема была. У нас был момент. Ну, с большими претензиями мы решали вопрос, что быстро забрали всю продукцию. Ну, когда там что-то не так было, там банки взрывались. Последний такой сорт был, это был кислый с лаймом, ежевикой и черной смородиной. Он у нас начал гашить. Мы везде написали, что ребята, вот такая-то штука. Отозвали, откуда можно, кто нам написал. У себя в канале написали про это. В телеграм-канаме плейкбрю, панккрю, плейклайклайк. Так, надо за это просто доплатить. Черт. Так вот. И в принципе всегда решали вопросы полюбовно, но один момент был, когда, ну, к гашингу хоть как-то люди привыкли. А к тому, что у тебя, извини, там и паха пахнет йодом, и, ну, типа, с ней точно не все в порядке. Ну, это хуйня. Вот такое тоже было. И у нас было два джусика, трипл и дабл, Сыбрат и Байзика Бинаки. Это был пиздец, да. Я вот сейчас вспоминаю, я болел ковидом, я варился по контракту тогда. Кстати говоря, не на той даже площадке, где я сейчас соучредитель, совладелец, это несколько пилонов, несколько инокурников. Вот, я на разных, когда контрактингом был, я на разных площадках варился. Вот, и когда ты контрактник, ты должен все моменты контролировать сам. Ты не должен никогда полагаться на мнение людей, которые работают на пивоварне. Ну, это неправильно. Ну, у многих пивоваров есть мысль такая, что ты приехал на пивоварню, заказал пиво, они тебе должны сварить, и эффект должен быть пиздец. Она есть, конечно. Пока ты сам не будешь контролировать, всегда везде будет пиздец, ребята. Я-то это знаю прекрасно, я же говорил в прошлых выборах. Нет, он просто сам, как тот, который был жертвой подобного. Я был жертвой такого, и я сейчас хочу рассказать про подобный момент. И у меня был такой момент, что я вот эти два джусика сделал, и я тогда болел ковидом, они уже добродели, там, охмелины были на сухой, я прихожу, ну, о чем мне пробовать, я не понимаю, у меня, ну, запах нет, по вкусу нормально было, по вкусу окей, там, сладость, кислотность, горечь, ну, типа, чувствуется, все максимально нормально. Но, я пробовал, мне, типа, окей, спрашиваю у ребят, которые там работают, говорю, ну, типа, что скажешь, он такой, ну, вроде нормально, но мне не нравится, это кое-что не нравится, ухз мне просто не нравится. Ну, типа, а что не так? Ну, не знаю, ну, просто. Так ты спрашиваешь работников, которым нужно это продать? Ну, которые, по сути, уже, которые это сделали, да. И мне были даны вот подобные ответы, и, конечно, я такой, ну, ладно, буду писать в продажу, я смогу, каллы полетели, двойки полетели, я думаю, да что такое? А у меня через, там, неделю-полторы, как раз вернулся запах, и он, причем, обоняние у меня стало намного ярче, намного сильнее. Я пробую, там просто, блядь, бинты, йод. И я такой, блядь, а там уже большая половина была продана. По итогу пришлось все отзывать, и в тот момент как раз был момент с еще МВП, МВП, бухлочной пиводистрицией, которая, скажем так, мы к ним еще вернемся. Не очень, как, скажем так, не очень хорошую репутацию имеет, и я у них пытался отозвать, и такие, да мы уже все продали. Я такой, бля, ребят, отзовите, все уже продано, короче, не получится. Вот, такой момент был. Даже если сейчас зайти в тап, там у этого пива по рейтингу меньше трех. А сильно обвалил общий рейтинг пива Ордеон? Пиздец, как у меня был расстояние рейтинг 4, стало 3,91. То есть, ты ту самую границу для Бергико перешел в нижнюю часть? Да, да, да. Но мы на самом деле, чем больше у нас, чем больше мы варимся, мы, понятное дело, со временем развиваемся, у нас лучше становится понимать, понимание разных процессов, в целом, как бы, условия делаем более крутые для пивоварения. В целом, все приезжайте к нам на экскурсию на пивоварню. Мы сейчас ее запустили, она максимально правильно, максимально чисто, максимально стерильная, комфортная. Все зублонки сделаны. Я видел фотографии, честно, я удивился. Ну, я просто была это же не та самая нарния, которая... У нас просто была вопрос-шутка, когда вы уберетесь на пивоварне. А я, я типа ответил, что я типа увидел фотки и прям я честно сижу удивился. На самом деле много кто из индустрии даже приходит и все говорят ебать круто, ебать круто, потому что у нас и... Ну, типа все сделано вообще максимально правильно. У нас даже плитка и краска, которые есть на стенах, на потолке, они все вот так подталкивающие и они все, грубо говоря, из специального покрытия, специального материала для того, чтобы там не собиралась ни плесень, ни вся хуйня, которая действительно может быть и часто случается на многих пивоварнях. Понятное дело, что, скажем так, не первостепенное значение зачастую, скажем так, бардачок на пивоварне оказывает на вкус конечного продукта. Мы всем прекрасно понимаем, что стильность производства это на самом деле в ряде моментов больше показуха, но чем у тебя стильность производства, тем у тебя меньше шансов накосячить с пивом в моменте его производства. так или иначе, у нас все равно, когда появляются какие-то грибки, плесни и так далее, это все в воздухе содержится. С ним залететь, да. Поэтому, как бы, это риск, любой риск. Это риск, да. Но вот эта вот история с тем, что ходить только в халатиках, только в сменную обувь и так далее, на больших производствах это не совсем так работает, но желательно, конечно, чтобы это было. Потому что тем меньше и меньше и меньше и меньше ты приносишь грязь на пивоварне, тем лучше и проще работать. А грязь это типа сленг? Нет. Грязь. Грязь. К слову, про показуху. Я уже недавно рассказывал про то, как я ездил в Новороссийск, ну не в Новороссийск, а там за Геленджик на экскурсию на одну винодельню, которую Ткачев организовал там вместе с замком. И вот там как раз для экскурсионных групп им выдавали такие одноразовые типа, ну не кашпо, а такие накидки. Вот, типа, ну, кашпо, как же, пончо, пончо, во, пончо, пончо. Пончо и кашпо, да, действительно. Это же так просто перепутать, блядь. А еще в кашпо там был маленький росточек лозы, винограды. Да, я просто думал это. Вот, выдавали вот эту типа, пончо-накидку такую там, типа, шапочку на голову там, как этот, и там, бахилы на ноги, да, и ты идешь там в экскурсионной группе, и тут же работники, кто там просто в строительной робе там, да, что-то делает, там, переваривает, еще какой-то там, идет этот главный технолог, там, какой-то, на айтишника похож, знаешь, который в старом, на амнистированном свитере, и ты думаешь, что я как болван, блядь, отхожу в этой группе долбоебов, ну, не долбоебов, да, это я так просто островыразился, и вот в такие моменты, да, действительно думаешь, блядь, что сапоказуха, по сути, вот, как я, ну, на тех пиарных, где я был, да, там есть на входе вот этот вот специальный коврик, который намоченный там с каким-то раствором, да, он для обработки ног, ну, потому что ты же ходишь по поверхности именно ногами, именно там ты оставляешь следы, но оно может разноситься после того, как засохнет, понятно, вот, да, и вот, как бы, и никто меня никогда не заставлял надевать никакие халаты, там, и шапочки, и перчаточки, или еще что-то, вот, поэтому, как бы, когда вот настолько в абсурд это все уходит, ну, для меня немножко странно. По поводу шапочек, кстати, хотел сказать, что я вообще, в принципе, пью, когда русский крафт, я стараюсь надеть шапочку, но только это шапочка из фольги, да, конечно, из фольги, из фольги, это было слишком читаемо, но тем не менее. еще на самом деле очень крутой момент, который мы сейчас сделали, буквально вчера мы, ну, мы варимся, и в то время, когда у нас перерыв между варками, сейчас мы немножко достраиваем ряд моментов, мы сейчас сделали быстренько за два дня разделение отдела, ну, зоны бродильного помещения и помещения именно варочного цеха, вот, то есть раньше у нас это было объединено, и я знаю, много пивоварен, и большинство пивоварен у них это объединено, и у нас в целом в цеху с ЦКТ сейчас будет пониженная температура, когда понижена температура, распространение как раз различных грибков, бактерий значительно ниже, они, их меньше в воздухе, потому что они осаждаются, они внизу находятся, ну, зачастую, либо на поверхностях, и что в том числе поспособствует еще более чистому, больше чистоте производства, да, экскурсии, экскурсии, кстати, плавные, это тоже реклама, говорят, экскурсии, будет, кстати, вести один из ведущих, начиная с третьего сезона, как бы, но он же контрактный, типа, он же не настоящий, он не стоит у истоков, короче, прачки, вообще, вообще, кстати говоря, то есть, Саша, говорила про это, походу, где-то по другому месяцу, вонючек, вообще, на самом деле, скажем так, эпизодичный, я бы так назвал, член нашей команды, потому что он от наш пиварни часто ездит на презентации вместо меня, до того, как я еще научился их, новых сотрудников проводить презентации, он привозил презентацию от Playbrue и несколько раз это делал, в принципе, и я доволен результатом, и он доволен оплачивать. к самой рекламке, минутка саморекламы. Саня тебе пиздец, короче. Минутка саморекламы. Саня, Саня, почему? Саня зовут, нет? Да, я не знаю, как Мухтара зовут, Саня, Саня, да, я даже фамилию. Минутка саморекламы, я был как-то у него на экскурсии на Найберге, но он меня позвал, говорит, приезжай, типа, прикольно. Вот, и, получается, я приехал, и, ну, я же тоже любитель попиздеть, ну, и что-то дознаю. Ну, логично, мы в подкасте, странно было, молчаливых аутистов здесь собирают, ничего не знают. Не, ну, почему? Пук-пук там, вот это все. Трень-трень. Да, да. Вот, и, получается, он идет экскурсию, у него появляются паузы, я его начинаю добавлять, дополнять, и он мне потом на выходе сказал, во-первых, ко мне подходили люди, говорили, спасибо вам за экскурсию, мне, я такой, бля, я тоже приехал просто походить. А они, типа, чтобы не обидеть человека там, видят же, что горец какой-то раскриченный стоит. Не, без шуток, вот, и Саша сказал, что было бы по возможности круто, если бы ты приезжал и дальше, типа, помогать, потому что ты очень хорошо, говорит, заполняешь паузы. Поэтому, если что, я готов. Валер, не поверишь, со мной абсолютно один в один то же самое случилось буквально 2-3 недели назад. Я первый раз был на экскурсии в Найтберге. Кстати говоря, я очень советую посетить тем, кто там не был, в принципе, прикольно. и то, какая дегустация туда еще входит, мы потом вышли немножко на рогах. Да, есть такое. Слушай, или томатка с апельсинами вкусные, скажи. да, очень кайфово. Это этот, Блади Вамперидный, очень кайфово, мне понравилось. И Челада тоже кайфово, и Том Ям шикарный у Найтберга. Нет, Найтберг вообще одна из моих любимых пиварин, потому что классику, ну вот этот вот классический балтийский портер не в топ. Мне нравится то, что они Сезан периодически делают, Лена Тюкина вообще, я не знаю, моя крафтовая мама, я так вот сказал. Мама или мамочка? Блядь. Как ты умудрился, все пошлить в этот момент просто. Ну, это моя работа вообще, в принципе, я же прихожу. на порнохабе работаешь, что ли? Да. Я работаю на ту самую знаменитую контору, которая владеет знаменитой порностудией Бразерс. Ну, я тот чувак, который снимает, либо играет куколдов, которые на большее меня не берут. Который потом на лицо кончают еще. Случайно, да? Ты про этот ролик. Да-да-да. Да-да-да. Это с оператором, который был ты, мишливый. Да-да-да. Не-не, давай сначала маленькую банку. Это тоже гноми пиво. Это и то, и то гноми пиво. Слушай, это, кстати, топ-1 дам в бир в мире. Я пока достал, но просто вы еще допивать будете. Я уже допил. Да, мы... Ага, все ясно. У меня, кстати, минералка была. Слушай, по поводу дизайна, вот это вообще не вопрос. Ничего, вот, честный, хочешь отзыв? Давай. Тебе не нравится, я понял. Так ты хочешь сказать? Вот этот дизайн, он максимально, ну, невзрачный, если... ты не понимаешь, ты не понимаешь, в чем прикол. Прикол-то был в том, что мы начали линейку Форестер выпускать, как раз, когда были мемы про эти, короче, милитари костюмы, что, типа, не вижу банки. И мы часто видим, как, ну, я прихожу в бар, и ребята приходят в бар, и видят, как вот наши Форестеры берут, только из-за того, даже, даже, короче, типа, не читают, такие, о, смотри, название без этикетки, ха-ха. Ну, ну, типа, прозрачно. Я их просто не замечаю, я не понимаю, в чем разница. Вот, я, ну, наверное, между разными Форестерами. Белый шум срабатывает просто. Такое бывает. То есть, я вот по чесноку, вот, я не понимаю, это новое пиво, это старое пиво, я его пил, я его не пил, я вот, как его пробовать, как новое или как старое, вот, для меня, вот эти все этикетки, вот, они настолько одинаковые, что я, да, блядь. Короче, тут фишка в чем, там, именно, в принципе, написано по вкусу, что будет, какая трава там, или какой там специя, у нас там с имбиревым, с, с, не знаю, с чесноком, с укропом, ну, то есть, много их разных есть, и зачастую, если ты видишь Форестер, это, ну, если он тебе нравится, ты возьмешь любой из них, потому что они все кайфовы, они все на одной базе, просто, где-то чуть больше каких-то специй, добавляйте все. Это если, это если ты не, скажем так, собираешь чекины, а если ты собираешь там чекины, ты берешь, просто смотришь, какой-то нибудь, и все. Вот не работает в мою сторону, это так вообще никак. Ну, ты не собираешь чекины, я понял. Ну, сколько людей есть, когда я их собирал, я просто, вот смотришь, ну, как будто пиво. А ты, а ты не по этому, что ты смотришь? Я, честно говоря, у меня там, блядь, много чекинов, я даже не, я не могу всегда тапок открытым держать. Не, на самом деле, просто, когда я выбираю пиво, если я начинаю выбирать пиво через тапок, то у меня выбор пива затягивается минут на 20, и я начинаю нервничать, вот, потому что я в какой-то степени нетерпеливый человек, и я такой, да, блядь, я лучше возьму тогда вон ту хуйню, потому что она разноцветная, и как бы, и... Кстати, о чекинах. Ты баджики именно собирал? Очень сильно. Я прям, ага, там вот этот, там баджик надо в пяти разных местах такой, в пяти разных местах, там гей-клубы пять разных. Да-да-да. И я прям, вот там я, кстати, читерил. Прям очень сильно в гей-клубах читерил. Ну вот. И он читерил в гей-клубах. Я сильно читерил, то есть я во моих заведениях читерил пиво, в которых я даже не знаю, где они находятся. Ну ты мразь, да. Ну, это когда геопублики. Я когда был... Валера не знает. Я когда ездил в Берлин, я специально даже с девушкой, с братом, с девушкой-братой ходили по Кроицбергу, по-моему, если не ошибаюсь. И там как раз русский квартал, это гей-квартал, короче. Гей-квартал в русском квартале находится. И там очень много было гей-бар. Конечно, ну, не конечно, я внутрь не сходил, ничего не имею против гей-бар. Абсолютно. Тем не менее, я не заходил в эти бары, я просто на фоне этого бара чкинил. Такой, ладно, все, гей-клуб. Зачкинил. Кстати, вот ты говорил про то, что мы плейкбрю. У тебя ООО на банке. Плаг. Да, да, да. На это сделано почему? Потому что, ну, многие читают как плаг. Поэтому ОООшку я чуть позже открыл. Ну, и пришлось немножко под аудиторию. То есть, все-таки продавили тебя, ну, получается. Слушай, я тебе честно скажу, блин, братан, я грибы вообще поугару сначала основарил. Меня продавили по многим параметрам. Мы смузи варим, мы томатки делаем. Ну, блин, чувак, это деньги, это бизнес. Приходится заниматься этими моментами. Это абсолютно нормально, это развитие. Это полномерное, нормальное развитие. Что касаемо того, что, ну, как говорится, спрос раздает предложение. Очень часто так. Это не всегда работает, но зачастую. И здесь примерно такой же момент. И что касается с грибами, я грибы первый раз сварил чисто поугару, по рофлу себе на день рождения. Потом выпустили партию проверить. Ну, так, средний костей. Потом, бац, и начали все спрашивать, а где грибы, где грибы. Мы сварили еще раз. Там поехало. Еще больше, еще больше. А сейчас 30% наших продаж. Ну, ладно, 25-30% всех продаж. Это грибные грибы. Кстати, про грибные гвозы. Сегодня был рофл. Ну, во-первых, я в Санкт-Петербурге не так давно живу, там, чуть больше двух лет. Сережа пишет в чате. Там Андрей, говорит, спрашивает, грибы нести. Пишу, какие, говорю, а то я не понимаю в Питере этот вопрос. А потом, ну, по часам, то есть у меня в какой-то момент про псилоцибин заскочило. Наркотики, кстати, фу. Это мы все, да, мы определенно согласны все. Ну, кроме героиновых наркоманов, которые у нас в стране порядка трех миллионов. С такими грибами мы не делали Форест Транж. Пока еще, да? Пока. Пока это незаконно не делали. А, то есть как только это станет законом, то в первую очередь, Можно же сварить день в Калифорнии, короче, и доставиться, да, просто. Я думаю, что за контрабанду тогда примут. Да почему? Просто с состав просто не раскрывать, типа это нормально. А там, кстати, очень часто в Америке даже состав не указывается. Да, я знаю, просто вообще ноль информации. На удивление, в самом полицейском государстве, по мнению Евгения Кисель, не Евгений Кисель. По мнению многих жителей нашей страны, давай сюда начнем. По мнению, да, жителей нашей страны, на удивление, вот ты когда сталкиваешься с обыденностью у них, понятное дело, что тебя может просто гомосексуалист, полицейский, негр расстрелять на улице просто из-за того, что типа футболку решил заправить, а он подумал, что ты ствол достаешь. Но при этом, при всем, например, вот на удивление состав, ну просто все же видели американские банки. Там же, блин, там вообще ничего не напит, там вообще непонятно, блин, что там такое ощущение, что там можно в принципе просто написать, а ну сделано здесь, все, типа вкусное пиво, все, пошло-поехало. Ни юрлиц, не надо указать, ни ГОСТ, ни ТУ, не нужно состав расписывать, что хмель гранулированная, хмель продукты, солод, ячменный, пивоваренный, вот это вот все, ну как бы странно. Понимаешь, это не совсем про законы, это про, как она буква B называется? Блядство. Америка дико бюрократическая страна. Смотря в каких моментах, смотря в каких моментах. На удивление. В моментах, которые связаны действительно с, грубо говоря, законодательством, которое работает, да, а если связано с моментом, чтобы лишний раз, я не знаю, там гос какой-нибудь поедет, которому уже миллиард лет, блядь ли. Не, ну у нас всем гос. Как вам, кстати говоря, дамф, бир, доппель, бог, ребятки. Во-первых, я долго искал, что это за стиль, потому что он немножко такой, то есть начало... Для этого Валерия пришлось воспользоваться гуглом, который в России запонит. Четыре раза кружил банку вокруг себя просто. Вот, потому что я поймал вот эти вот, ну, крепкие ноты на послевкусие, да, во второй части гладка. И на первой части я поймал что-то вот такое травянистое, такое вот эфирное, да. Эфирно-финальное. Вот, да. Стало интересно, и на самом деле я никогда не испытывал симпатий больших к твоему пиву, и я его мало пил, если честно, да. Ну, все нормально. Потому что я очень сильно на дизайн на самом деле реагирую. То есть я как-то сорок. Кстати говоря, теперь сейчас с дизайном не я буду заниматься. Раньше я был человек-оркестр, то есть все продажи на мне, все, что связано с маркетингом на мне, все, что этикетки полностью я сам делал, все рецепты сам делал, то есть все-все-всем-всем-всем занимался. Сейчас из-за того, что мы растем полномерно, развиваемся очень хорошо, у нас сейчас будет один человек-дизайн. Мы сейчас даже маркетинговую компанию, она не одна из лучших. В принципе, можно рассказать, это Брэндсен, очень крутая компания, одна из лучших вообще в России. И не только в России, кстати говоря, они и по Европе работают, и не только. Вот. Стоит, конечно, безумных денег, честно скажу. Я думаю, это стоит. И как раз с помощью их помощи мы сейчас будем подготавливать новый дизайн, новую визуализацию, и, грубо говоря, будем собирать из того, что уже было, и из того, что нужно, некий такой вот визуализацию именно самого бренда. То есть редизайн произойдет? В том числе будет, да. Я просто к чему говорю, что я вот, я человек сорока, ну, для меня вот именно картинка, яркость, блёскость. А ты видел нашу линейку музыкальную? Нет еще. Вот. И я вообще сейчас меньше сильно стал пить пиво. Вот. Ну, и как бы терялись ваши банки на фоне других вот этих ярких, пестрых дизайнов. У нас сейчас совершенно новые продукции. У нас по линейным сейчас разбиты, разбиты напитки. И вот, что касаемо музыкальной, у меня там порос метал, дум метал, сладж, джи-рок и так далее. Я вообще сейчас ничего не понял, но ладно. джи-рок это типа японский рок? Да, да, да. Да? Я знаю только кей-поп. Кей-поп как относится к джи-року? Никак. Это две разные вещи совсем. Это две разные страны даже. Вот такие вот. Они выглядят кайфом. Слушай, у меня, кстати, одна такая банка, бутылка, господи, прошу прощения, стоит уже полтора года в шкафу. Ага. Я прям, ну, я так подумал, а дай-ка я ее выдержал, потом попью. Да, нормальная идея. Вот. Или даже две разных. Короче, у меня есть эти бутылочки. Но они кайфово выглядят, согласись. Да, у них был прикольный стиль, я как бы из дизайна и купил. Причем, на самом деле, я тогда еще поехал в Солнечный город, знаешь, там вот на юге, на юге жестко, где еще там не метро, ничего там, новые новостройки. Поехал, увидел там Солнечный город. Это проспект ветеранов, и там сильно туда, в жопу мира, короче. вот, и там ездил коллеги, там передавал, там по работе документы, и смотрю, какой-то пивной магазин, типа разливайки, думаю, дай я зайду, там вдруг холодос есть, захожу, а там в холодосе ваше пиво стоит. Только, только. Больше ничего. Я такой, а давай вот это. А они такие, типа точно? Я говорю, ну да. Они такие, вы первый, кто это вообще пиво покупает? Я говорю, а почему нет? Ну у нас здесь люди в основном привыкли, типа там светло нефильтрованные, там все вот это вот. Ну мы в МРП тоже залетаем, чтобы максимально, я опять же говорю, мы максимально диверсифицируем потребителя и гостей наших фестивалей, гостей наших фестивалей будущих, и того, что мы непосредственно хотим транслировать и так далее. И мне кажется, это более чем грамотно. Опять же, я могу ошибаться, конечно, но мне кажется, это нормальная история. Нет, на самом деле, вот залет в МРП тоже хорошая вещь. Ну это правильно, да. Хотя я, есть опыт, как жаловались продавщицы в пивточке, что у них там менеджер, или не менеджер, там старший магазин, не знаю, как у них его называть, набрал бёрнинг, а целый холодильник. Я не знаю, что с этим делать. И никто его не берет, да, говорит. Ну так логично, конечно. Люди приходят, стыкают пальцем, ой, смотри, ржач. И не берут. И фоткаются, наврось бы этого. И просто не берут. Слушай, а у меня, короче, у меня есть, знаете, какой опыт? Я один раз зашел, этот как, у нас был магазин мясной, рядом с домом, ну прям ферменские продукты. У них появился холодильник с крафтом, но набрали они туда вот такой вот хуйни, типа бёрнинга там и так далее. и типа Наташа что-то проболтала, что типа бля, у меня муж там типа шарит за этот, как его, за крафтуху. И пиздец. И вот знаете, это такая же ситуация, как, ну слышь, ты же юрист, типа бля, ты программист, а ты можешь, а ты можешь мне, а ты можешь мне Windows переустановить, пожалуйста. А ты мне можешь на микроволновке настроить режимы. Да, да, да. И пиздец. Я слушал рассказ вот этот, типа старшей продавщицы, про то, какое они хуёвое пиво взяли. Блядь, минут 15 я стою, я уже красный, пунцовый, думаю, ну блядь, ну можно я уйду от суда, пожалуйста, я хочу домой, блядь. И всё, и пиздец. Так что МРП такая штука, на самом деле, опасная очень. Да не, на самом деле, у нас очень круто работает. Я, когда только вышел на МРП, мы в ряде магазинов, в ряде сеток даже, начали быть представленными. И сейчас, во-первых, большой, в принципе, интерес у людей, есть на всякие яркие фруктовые сорта, именно обычные детали, и на так называемые пивоаттракционы. Это вот эти вот всякие грибные гозы, как у нас. Это там хопхед с их супами. Это тот же бёрлинг даже. Потому что даже если брать людей вообще совершенно далёких от культурного потребления, у нас есть... Я сам с весёлого посёлка. Мы все здесь с весёлого посёлка. Если что, я изначально с Пушкина, но... Ну, я вот родился в весёлом посёлке. Это Дубенко-Большевиков, практически рядом с чертой города, это Солидарности проспект. У нас там была такая тусовка, скажем так, людей совершенно непретенциозных, простых, ну, это не значит, что они плохие какие-то или нехорошие. Они просто другие. Ну, просто они простые. Ну, как бы, им всё это, ну, неинтересно. Ну, грубо говоря, это какое-то, я не знаю, культурное мероприятие и так далее. Там, побухать, там, мне нормальное время... Я просто понимаю, про что Андрей говорит. На рыбалочку съездить и так далее, это заебись. И для меня тоже такой отдых, иногда, ну, типа, это норма. Вот. Но, когда я вижу, когда кто-то из них берёт и начинает периодически у себя в сторис, в инстаграме делать обзоры на томатки от Бёрнинга, блядь, вот это угар. Слушай. И он такой, типа, ой, я взял тут, короче, томатку с корюшкой. Странная ебанина, конечно. Ну, вроде прикольно. Это томатка была? Да, да, да. Они у них всё, томатка. Там везде глутамат, поэтому это всё томатка. Не-не-не. У них именно... Глутаматка! Следующий в этот как его. Не, ну, чтобы ты понимал, почему вообще томат... Кстати, ребят... Можно, да, я вот варвусь немножко. По сути-то, именно почему вот томат, да, у него такой яркий... Потому что в нём скончался глутамат очень высоко. Там глутаминовой кислоты очень много. То есть вот это вот томат, это белок... Он является усилительным вкусом. Да, это вот белок животный, да, вот в нём тоже... Он не животный. Нет, я имею в виду, что вот мясо, особенно когда ты его жаришь, там идёт расщепление вот этих вот... Глутаминовой кислоты. Белка и там глутаминовой кислоты тоже очень много содержатся. Поэтому вот все любят жареное мясо. Вот шашлык, да, почему такой вкусный? Потому что это как раз вот этот глутамат. Почему такое большое количество блюд итальянской кухни на томат? Сыр. И ещё сыр и томат тоже. Потому что в сыре тоже очень много глутаминовой кислоты. Трифель тоже является... Там тоже глутаматная кислота. Как ни странно, практически во всех культурах те продукты, которые являются самыми яркими его представителями, идут как раз с неким содержанием глутамат натрия. Ну, глутаминовой кислоты. Да, да, да. Если мы берём ту же японскую кухню, то у нас... На любую азиатскую возьми. Да, да, да. Вот эти вакамы, другие водоросли, они тоже содержат глутамат натрия. Да. Ну, только в отличие от всех других, азиаты как минимум сразу говорят, что мы на глутамате. Умами, умами. Да, умами, да. А даже средиземневорская кухня, которая, типа, что нет? Мы без ГМО, без глутамата, а тут же помидоры и сыр и всё остальное. Да, да, да. Это то же самое, как история была, как американские то ли школьники, то ли учащиеся в университете решили порохлить и начали печатать там статьи о том, что что-то там... Какой-то моногидрид, чего-то там. Моноксид. Моноксид. Дегидроген. Моноксид водорода. Нет, моноксид дегидрогена. Дегидроген моноксид, да. По сути, это вода просто. Они его так обозвали. Нет, но от него... Каждый год умирает огромное количество людей. Да, и этот, типа, там, то-то-то-то. И все такие, вау, сполошились там, весь город поднялся на уши. Хотя, по сути, вода, ребят, вода. Точно так же, глутамат натрия. Из-за того, что он когда-то в ГОСТах не был добавлен, из-за того, что это, ну, вот, какой-то порошок, который раньше не знали. Это просто... Это тот самый порошок, с которого пиво готовят. Давайте вот, наконец-то... Копнем, откроем карты, да. Раскроем карты. Все, люди, если пиво вам вкусно, значит, оно с добавлением порошка глутамат натрия. Глутамат натрия – это хуже ГМО. Все. Это хуже... Это... Гомеопатия. Да нет, это хуже... Блин, почему гомофобия? Нет, это хуже гомофобия. Или все-таки лучше? Что лучше? Срать заднеприводных или говорить про порошковое пиво? Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, мы сделаем специальный опрос. А можно типа назвать гомофилия? Это как? Когда тебе... Нравятся однополые? Не знаю, может быть, тут от слова хома как человек. Тебе нравятся люди, которые занимаются однополой любовью. Получается, так это... Это по-другому нельзя назвать. Ты просто не знаешь, не знаешь, не знаешь. Нет, то есть, когда ты подпил, ты подраскрылся, я смотрю. Как необрезанный член. Вы просто не видите, я тут стою с открытым очком просто. Ладно, конечно. Шутка. А все уже. Блин. Про то, что это шутка, вы вырежете, да? Нет, конечно. Ладно. Не, на самом деле, у нас сегодня получается такой выпуск хороший, что мне вообще ничего резать не придется. Короче, знаешь, я о чем подумал? Что, в принципе, при желании мы можем сейчас как ласковый май поработать. Я вот поймался на мысли, что очень неплохо говорит Андрей, очень неплохо говорит Ваня Петля. Вот. И, в принципе, можно делать второй состав. А вы с Ваней Петля записывали? В смысле? Последняя серия второго сезона, на чем все оборвалось. Вопрос про Корею. Корелию. Просто Ваня Петля, это мой очень хороший дружочек. Он с Селона записывал тогда еще выпуск, поэтому про него. Мы очень сейчас сложную тему коснули. Нет, это абсолютно нормально. Люди встречаются, люди расходятся, все окей. Будет ничего такого. Самое главное, что теперь Петля встречается с барменом того самого знаменитой рюмочной на восстание 22. Это важно. Чьим спонсором является? Кто? Правильно. Покровский пряник. Так вот. Ребят, давайте немножко вернемся к теме того, что мы говорили про баджики, собирать баджики. Я тут небольшую еще рекламку фестивалю сделаю. Нет, давай не так. Как бы баджики, вот, это очень сильно бергиковская тема и очень сильно тема, я обожаю баджики, просто везде их люблю. Поэтому сейчас... Я играл World of Warcraft, я ради баджиков. Ты вов играл тоже, да? Чувак, я был одним из лучших хиллов вообще в Россию. Я играл за Холли Преста и за DC Преста. И нам даже платили, короче, всякие прикольные... Пожди, а, то есть ты в принципе, когда герой Куличан 25-ки били, ты уже тогда там был? Да, конечно. А, так я был в той 25-ке. ДДшка. Прикольно. Мы первые забили героя Куличан 25-ки. Сашечка, Сашечка. Саши, но... А у меня бизнес-то вернем не такой хороший был, поэтому... Я жил по расписанию именно вовки. Неумирающий и бессмертный еще с... Лича с... этого... Какой-то? Первый рейд, который до удара был. Накс Ромас. Я понял, вот из Накс Ромаса у меня есть неумирающий и бессмертный. Неумирающий, это когда с точком 10 проходите всех боссов, бессмертный, а... бессмертный, это когда с точком 25 проходите, ну, рейденда, но это жестко. Защитник Ульдуар еще есть подобная, ачивка и там. Все же скучно стало за другом. Да, вот. А я в нормальной игре играл. Вовку, для меня дота топ. Для меня... Да, в доту я тоже играл в Сэмилию Лиги с Настерландерик. Я играл. Давайте в Мабызаре я подращиваю, судя, что он очень играл. Слушай, я еще с Асси Капа начинал нас с Асси Капа. Блин, я не любил первую доту. Я не любил первую доту. Очень. Не знаю. У меня, я забыла, какого не было, кстати, но это да. Я в доте 20 еще с ЗБТ. Да, я тоже. Я тоже. У меня помню эти ключи, когда раздавали. У меня тоже. Да, 2010. Ну, короче, она поспорит, когда у меня, когда созданная. Вот у меня, я, понимаете, я бизнесом, а почему я бизнесом начал с этих игр заниматься. Я почему-то, когда еще учился, я, блядь, торговал валютой в Волте Варкрафте. И ключами в доте. в том числе. На этом, на, блин, помнишь, на официоне, я, подожди, Эльф Торговец. Нет, до Эльфа еще был, это, иностранный сайт, такой, зеленый. Кукур, аж бомбить. Зеленый такой дизайн, у него был, где можно еще было ставки ставить. Да, забыл, я тоже не был. Короче, в Волте Варкрафте, когда я играл в Вовку, я на некоторые товары на аукционе держал монополию вообще полную. То есть, кроме меня, никто ими не трогал. Только, они, типа, кто-то выставляет, я сразу же скупаю. А в каком сервере, кстати, был? Я играл, короче, на, изначально, блядь, как же он назывался? Ну, по въездной сервере. Да, я в основном по въездной играл. Так же я на Ревущем Фьорде играл, когда он только открылся. Потом еще на другое пришел. А первый был, самый первый вообще сервер был американский, европейский еще, Варсон Влач. Можно в туалет сходить, да? Да, вот в стакан сюда, пожалуйста. Да нет, на самом деле, я просто очень сильно в туалет хочу, я пока скажу, обсудить, и начнем про конкурс. Вот. И, короче говоря, типа, потом именно в ПВЕхе вырвались, в ПВП никогда особо не играл. Слушай, первый же ПВЕшный, блин, я уже, я очень просто, я вот прям вот Вовку подзабросил, наверное, еще в году 2012, там. Ну, я около того. Вот. Я потом в ДОС как раз начал играть. Вот, плюс-минус, ну, как появилась ДОТа, я еще и Вовку, ДОТа, а потом вот потихонечку переполз. А вот именно Вовка, я еще помню, одни из первых там ПВЕ серверов, там была Зурегас. Да, да, да. Вот, еще, блин, вот. Бориска Бухта, я играл в Бориске Бухту. Вот, а потом уже стали появляться новые, 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 вот. Бориска Бутун, блядь, пиратская. Пиратская, блядь, 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 пиратская бухта, это локация. Она есть, да, есть сервер такой. Вот. А до этого я, кстати, играл на американских серверах, гонял, да, вот. А еще до этого я играл на этих, ну, на неофициальных, короче. На неофициальном тоже играл. Я, блин, когда первый раз познакомился с Волгаруфом, я такой, ебать, ничего себе. А мы первый раз играли на официальном сайте на румынском сервере. Причем на румынском сервере мы сделали, типа, Russian Guild, что-то такое, вот. И на этом сервере ходили и кошмарили всех местных. Мы создавали, ну, делали твинков, это вот, условно говоря, на 49 уровне у тебя есть максимально топовый шмот, который может быть на этом уровне. И там весь в эпике гоняешь, да, у тебя там 49 уровень из уже на момент 70, например, да, возможных. И просто там... 70 это Берни Кроссейв. Да, на БК мы как раз, тогда был патч БК там стоял. Вот. И ты ходишь на 49, там у тебя уровень там, условно говоря, 70 и других людей показывают, как черепушка, а ты их один-один в ПВП выносишь. Прикольно. Ну, то есть, там на форуме на нас жаловались, нас просили заблокировать типа всех русских, потому что вы нам не даете играться, вы нам даете раскачиваться, потому что ваши твинки бегают и выносят там на 20 уровней выше. А нам, ну, это такое веселье было. Я понимаю, я прекрасно понимаю. Вот, на самом деле, блин, это вот одна из тех вещей, которые, блин, прям круто. Слушай, ну, для меня игра World of Warcraft это самые яркие мои впечатления молодости, вообще, более яркие впечатления, вообще, жизненные у меня были, только последние несколько лет, когда я пиво вареньем занимаюсь, условно, типа. я просто, ну, я не могу сказать, что я прям сильно задрот, но мне очень нравилось в играх, как бы, я задрот, я вле гном и пиво варю. Почему, кстати, гном и пиво? А это мем такой есть. Я не в теме. Мы говорим про баджики. Я тоже очень люблю собирать эти баджики и небольшая реклама. Мы сейчас договоримся с артаптом, чтобы у нас на фестивале, мало того, чтобы была верификация, так еще и баджик будет уникальным, который можно будет получить только для к нам на фестиваль. Ну, если вы крыса, то есть можно будет купить пакетчиво и сесть рядом с фортом. Можно перелезть через решетку. Просто на фоне этого отметить. И не парить голову себе. Да, не покупать билет. Кажется, я так и сделаю. Мы говорили про контрактные площадки. Когда, ну, контрактная площадка, что это? Это почти как в Доте или в Вове, только, ну, совсем другое. Это когда кто-то где-то что-то производит. Нет, давай смотри не так. Ты говорил про то, что у тебя на фестивале будут какие-то гости, которых ты еще не объявил. Да. Вот. А можешь в нашем выпуске это сделать? Вообще могу. Мы сможем быть, так скажем, эксклюзивом? Ну, не эксклюзивом, а первыми, кто сможет об этом... Это та самая пивоварная замысел, которая сделала полет сладкого Обамы. Я дождался, нет? Короче, ребят, да, у нас мы специально заранее не публиковали все пивоварни. Во-первых, от кого-то мы, конечно, ждали еще подтверждения окончательного, но сейчас уже можно с уверенностью сказать, что у нас точно из тех, кто не был заранее объявлен, будут мантра, вот, у нас будут диета, штамм и заговор. Мантра — это Рома. Рома. О, кстати, он тоже, кстати, бегом занимается, он тоже бегает в горах. От кого? А мы с ним... От кого? Блин, от кого? От естественно. От Жени, это же Венёвый, естественно, он бегает. Простите, пожалуйста. А может... Женя, прости. Это шутка. Вот, да, а так у нас из прикольных у нас будет пивоварни из Кыргызстана. А будет? Акуб будет? Нет, а Бог... Нет, это умрите. Уже. Навсегда. Вот, из Кыргызстана. Да. Как называется? Ракун. Ракун. Как... Енон. Енон, да. Вот. Это, знаешь, что вспомнил? Это вот мне показалось такой знакомой темой, когда на МБСС в 2018 году, в 2019, да, я просто с ним прям... Я прям рядом с ним стоял, и ко мне подбежала куча охраны, корейская, типа, ты что тут рядом с ним сел? А он вышел покурить, а я с ним рядом вышел, и мы с ним попытались пообщаться, а он по-английски плохо понимает. Вот. А по-русски хорошо понимает? Они же должны понимать по-русски хорошо. Он вообще, когда узнал, что ты из России, он тогда мне разрешил с ним общаться. Конечно. Ну, конечно же, ребята, это же... Россия, Северная Корея, это рядом максимально. А еще он рассказал, что у них у всех всегда значок этого... Ким Ир Сена. Вот. То есть, это прям обязательно. Именно Ким Ир Сена или Ким Ченова? Нет, Ким Ир Сена. То есть, отца... Ким Ир Сена, Ким Ир Сен, это основатель. Это же Чучке. Это же Чучке. Да-да-да. Это нынешнего... Вот. И у них у всех вот значок с портретом. Вот. Вообще, очень крутая тема. И когда я с этим, с Микелем фоткался, а он шел рядом как раз с представителем, вот как раз вот, с которым я общался до этого в курилке, тоже охрана нас вот так вокруг окружала прям, чтобы, ну, никто не подошел больше. Они просто боятся, что он сбежит. Но хотя с другой стороны, из идеального мира Чучке глупо сбегать, потому что у них есть всего целых пять видов прически. Целых пять видов пива. Целых пять видов. Три. Целых три вида пива. Пять. Я вообще про пиво разговаривал, а вы кто-то шли вообще в жесткое действие? Пиво Ким Ир Сен. Пиво... Ким Чен Ир. Пиво Ким Чен Ир. Пиво Ким Ир Сен. И пиво Ким Чен Инда. И есть еще в честь его сестры, но это типа производная, это как Нью-Ингланд и Вест Кост. Просто это то же самое. Ладно, к чему мы все это заводим? По поводу контрактной площадки. Был интересный вопрос, на самом деле. Задавался. Кому и кем? Мы сейчас вернемся в далекие 2000-е, в республику Татарстан, где существовала на тот момент уже такая прекрасная компания, как Татспиртпром, которая в нулевых давала, в принципе, в нулевых и в десятых давала, в принципе, любому контрактнику, который хотел сделать какую-то водочку свою, у которого не хватало своих мощностей, давала возможность сварить, не сварить, прошу прощения, произвести алкоголь. Да, произвести алкоголь. Ты тоже, вот, в принципе, я просто по себе помню, в Петербурге очень мало площадок, и, как бы, одна из основных. Для пива? Да, для пива. Для пивоваренья. Очень много. Их много, но, блядь, они все же в нормальность, к сожалению, нет. Ребят, ребят, не забывайте, что такое контрактная площадка. Контрактная площадка – это не то производство, которое работает только для контрактных варок. Контрактная площадка – это то производство, которое готово давать свои мощности в аренду. И когда ты с людьми уже знакомишься, общаешься, и, скажем так, у тебя есть на них выходы и возможности с кем-либо повзаимодействовать, для тебя почти любая пивоварня становится контрактной площадкой. Потому что, блин, даже остроиться сейчас является для некоторых пивоварен, для кого? Контрактной площадкой. Вот. Да мы не про это говорили-то. Мы говорили-то вообще про другое. Я не знаю. Про то, что смотри, ну, типа, у тебя же... Ну, реально много людей варят пиво свое, да? А потом ты как-то от спиртпромах нахуй с прогемом кинешь или нет? Неожиданный вопрос, да? Да нет, на самом деле, как бы, ну, типа... Я тебе так отвечу. Когда тебе понадобится, ну, реально, типа, заполнять... Когда ты всю мощность начнешь себе забирать. Я сразу же скажу два теста. Первое. У нас всегда будет возможность свариться другим пивоваром. Это нам самим нужно. И мы всегда будем, кроме наших производств, вариться на других производствах. Почему? Я сейчас такое прям очень... Наверное, банальную вещь скажу, но в то же время она для кого-то может стать откровением. Потому что вообще в целом пивоварение и общение пивовар между собой это про обмен опытом. Про очень крутой обмен опытом. А раньше про обмен жидкостями было. Подожди, скажи, это творчество? Пивоварение? Пивоварение, конечно, может быть творчеством, но оно точно так же может быть обычным ремеслом. Это как живопись может быть творчеством, а ты можешь на заказ нам одну и ту же штуку перерисовать. Я подъебаешься, ты понял. Ну, короче, я могу объяснить, почему. Вся эта история с контрактными варками на наших мощностях и на других мощностях это для нас очень крутая штука. Тех людей, кто реально круто варит из контрактников, мы у себя всегда ждем, всегда им даже какие-то более выгодные условия. Да, я прямо об этом говорю. Почему? Потому что мы у них можем многому научиться. На других площадках мы варимся тоже. Почему? Потому что мы можем многому научиться. И вот эта вот бесконечная череда обучения, потребления новых знаний и новых каких-то идей, в этом и есть суть развития вообще в целом. я до того, как на Маланку съездил, там поездил по другим коллаборациям, имперки делал, но они у меня все сухие были, и я не до конца понимал, как можно какие-то там штуки применять и так далее. Делал вообще максимально полскул. Сейчас с некоторыми лайфхаками я произвожу вот эти вот крепкие темы. Они делаются намного быстрее, чем раньше они делались. Они получаются намного круче, округлее, интереснее и вкуснее. Стали спиртом бодяжить, да? Да. А с тросидором? Нормально. Метиловым, да. Я тоже не буду задать этот вопрос. Прости. Вот. И я говорю прямо, что у нас всегда будут возможности контрактных варок. Мы никуда от этого не уйдем. У нас также сейчас в Выборге пивоварня Выборгский пивзавод, Сидродельный 3,9. Мы там сейчас соучредители. Я прямо об этом рассказываю. И у нас есть возможность в те моменты, когда нам не нужны мощности Выборга в том интенсивном режиме, как сейчас, на лето и весну, там и начало осени, все остальное время это будет задействовано как для наших основных варок. А те площади, которые у нас находятся на Комсомоле 1.3, мы будем давать под контракт обязательно. Я хотел задать вопрос по поводу того, почему у Вас Выборгская пивоварня будет на фестивале и кажется, он уже не актуален. Да, у нас Выборгская пивоварня, Выборгская пивоварня, Выборгская пивоварня, потому что мы там стали соучредителями. Я разработал несколько рецептур новых для более интересных сортов. Тем не менее, там уже сейчас есть технолог Паша, очень крутой чувак, очень крутой мужик. Он очень здорово улучшил те рецептуры, которые были до этого. Он тоже учится, он тоже зарастет, растет в профессиональном плане. И вот эта вот история с стаутом даже, если раньше он был, ну скажем так, откровенно простенький, неинтересный, скучный. Сейчас он прям очень крутой, он очень здорово выполнен, он приготовлен прям очень классно. То есть, и понятное дело, что мы со своей стороны тоже будем влиять на то, каким продукт будет в дальнейшем, потому что это наша репутация в том числе. Поэтому я ответил на ваш вопрос, ребят, надеюсь. Слишком сильно. Надо было просто ответить, да. Мы не можем так ответить. Ага, ага. 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 есть еще один такой интересный довольно-таки вопрос. Я не знаю, я как бы сейчас довольно немножко отстранен, да, вот от темы крафта, пива, вообще, ну, по какой-то причине, да, немножко подзаелся, просто вот так, я бы сказал. Да заебал просто, вот и все. Не нужно честно говорить, что, ну, типа, как бы, трем на трех квадратах, это знаете, как ты, когда в СИЗО попадаешь, ну, я не знаю. Пока. Пока. Еще не вечер. Ты, когда в СИЗО попадаешь, ты же находишься в ограниченном пространстве с одними и теми же людьми. И также тебе кажется, что вот все, твоя жизнь, она здесь сосредоточена. В армии такое же происходит. Вообще, в принципе, в любом замковом коллективе такая хуйня происходит. И тебе кажется, что все, вот мир за окном, это хуйня все. Вот твой микрокосмос, он здесь. А потом ты выходишь такой, ебать, блядь, шаг влево, шаг вправо, это нахуй никому не надо было. Поэтому, именно поэтому, именно поэтому мы сейчас обратились к маркетингу, агентству, и поэтому у нас очень сильно будет концепция меняться, у нас будет меняться визуал, у нас довольно много изменений предвидится, честно говоря, ряд из которых, я прям, не знаю, они мне прям, как нож по плоти. Например, недавно у меня как раз представитель агентства спросил, слушай, а я вообще, ну, типа, Брю, это мой ребенок, это мой детище, я все это сам отрисовал, я все это придумал, я все всем занимался, и она мне говорит, слушай, а вот это в очень новом докторе эмблему, ты готов поменять, если что? нет, ни за что. Он говорит, ну, а может быть придется, а если вот так вот, а если вот так, я подумал, блин, ну, если действительно это будет способствовать развитию, будет способствовать тому, чтобы мы стали еще лучше, еще интереснее, большей категории лиц, мы не только на Бергиков работаем, я опять же говорю, и это самое основное, самое основное, и если это будет работать, то, в принципе, я думаю, что нужно быть готовым к подобным изменениям. Так вот, вопрос. Давай. А действовать вы готовы? И, подожди еще, это не будет как с ВВБ, когда действуем, действуем, а потом хлоп, сделали свой продукт и такой резко опрокинули через праги. Да, это, кстати, общеизвестная история, на самом деле, по поводу ВВБ, мы просто потихонечку приоткрываем завесу тайм на задворке крафтового рынка дистрибьюции. Я просто эту историю слышал с двух сторон, причем одна из историй была прямо непосредственно одного из руководителей компании. С моей тезкой. А вторая история, да, а вторая история была непосредственно уже от человека, который прямо участником этих событий был. про ВВБ рассказать у нас был... Да мы понимаем, что ВВБ говно, мы просто откроемся понять. Я говорю, что у нас с ними были судебные тяжбы на полтора миллиона рублей, и мы их выиграли, и мы деньги получили обратно свои. Да? Откуда, блядь? Нормальные пацаны выводят весь кэш в фирме однодневки, обналичивают его за 10%. Они примерно так и делали, именно старый расчетный счет пришли деньги, приставы их списали, и нам деньги вот так вот приставы сразу же привели. Про что говорим? Вообще, как ВВБ делал бизнес? Я знаю. Дистрибьюторский. Ты понимаешь, дистрибьюторский, как они делают. У них была одна очень классная сидроварня. Сидродельня. Сидродельня. Мы долго можем обсуждать, правильно это, неправильно. Ну, типа, чуваки делали определенные виды сидра. Мы знаем, какого мы говорим. Да, да, да. Я специально... Я про тёску свою только что сказал. Так что я специально не хочу просто говорить. Вот. И они долго их держали в портфеле, потом определенно мы им сказали, ой, ребят, вы не продаетесь, типа, идите нахуй вообще отсюда. И на следующий день у них появилась типа своя такая сидродельня. Такая же абсолютно. Ну, типа, только хуже. Только хуже, естественно. Ну, смотри, понятное дело, да, у нас будет дистрибьюция. И я говорю сейчас открыто, что вот этим нашим мероприятиям мы как раз к себе хотим привлечь внимания пиловарин, сидродельн, медоварин как раз к тому, что мы хотим и будем их дистрибьютировать. Мы сейчас уже начинаем это делать. Мы сейчас уже на данный момент сноукоп продаём. Мы продаём ещё несколько проектов небольших. Мы продаём сейчас с Ганзой, как раз об этом идёт разговор. И как раз мы сейчас со многими пиловарными, кто у нас будет представлен на фестивале, также у них выкупим часть пива для нашей же дистрибьюции. Сразу скажу, что у нас на фестивале понятное дело, что мы сейчас заранее, у нас концепция такая, что у нас ни одно пиво не должно закончиться, но то пиво, которое вдруг у нас останется на фестивале, оно скорее всего останется, мы планируем реализовывать через наши точки продаж. то есть, по сути, это одно и то же юрлицо, там проблем никаких... кстати, ты очень зря думаешь, что оно останется. Чувак, мы... Это неправильно, мы неправильно думаем, что у каждой пиловарни каждого сорта по 100-120. Это неправильно, думаешь, что останется, нужно думать, что не останется, тогда всё будет заебись. Мы... Как на Лоботомии мы делали второй раз, когда я был с Купом, просто с Митрой у нас всё продлилось быстро, типа, ну... Если ты ждёшь не только эбергиков, то оно ещё больше. Я прекрасно знаю, что его тем более не останется. Я прекрасно знаю, мы рассчитываем. Мы сейчас пиво подготовили на фестиваль с учётом того, что на каждого человека будет 6 литров пива. Всего? Подожди. Не-не-не. Сейчас ещё одна шутка вопрос. Это не считая... В баклажки можно набирать. Это не считая пива от нас, от наших проектов, потому что его будет значительно больше. А бокальчики, кстати, будешь на фестивале? эксклюзивные, да. Блин, а у вас есть фотка? Слушай, они довольно простенькие, но это специально сделано. А не надо простенькие, надо просто, чтобы были красивенькие. То есть, можно простенькие. Но главное, чтобы логотипчик был. Да-да-да, конечно, есть. Ты же сидишь напротив человека, который просто вот у него крышу срывает насчёт фестивальных бокалов. Это макак только сейчас. Да и не только фестивальных. Я когда сюда переезжал, мы искали квартиру с моей супругой. Мы решили расположение сделать и ноль, чем ноль, чем ноль, чем ноль. Это... Ты мимо микрофона сейчас вообще говоришь. Мы решили расположение сделать и ноль, чем оно делается обычно. Для того, чтобы поиграться немножко. Это... макакал на ноль, ноль, два, да? Ну, три. Ну, 25. Ну, 25. Это 0,7. Потому что будет наливать минимум 0,7. Слушай, я на самом деле видел всего... А так, вот я разрабатывал дизайн, в принципе, логотипа для мерча. Кстати говоря, почему АА? Андрей Андреев. Блядь. Блин, ты не догадался. Ты только сейчас догадался, иди ваше два часа, блядь, беседу. Вообще, у меня было очень много идей, как нам обозвать фестиваль и Baltic Bay Festival, и другие различные названия были. Мы даже брали название Anchors, ну, типа, как якоря, потому что у нас здесь и морские речные как бы сюда ходят в Санкт-Петербурге вот эту вся историю обыграть. А потом посоветовавшись с маркетологами, они такие, ну, блин, у тебя же день рождения, грубо говоря, тут же, вот ты же, давай, короче, вокруг тебя это все сделаем. Это некое еще, скажем так, развитие твоего личного бренда, потому что в любом случае плейкбрем, когда говоришь плейкбрем, все знают, Андрей Андреев зачастую, ну, большинство. Давай так, я не всегда знал про плейкбрем, где Андрей Ариф, а, ну, все, да. Да, да, ну, вот, и, короче, в чем прикол, что я, честно говоря, сначала такой, типа, че? То есть, короче говоря, в скором времени ты сможешь выкупить Андреев Сайберс, Так, Олег, будут сделки, будут сделки. Да я пизжу. Это вырезать надо, короче. Нет, не надо. Я просто пизжу, типа, это надо вырезать, Андрей Андреев, типа, мой дядя, все. Не, ну, давайте будем так сильно порхить. Да не, можно оставить смех. Нет, да мы все оставим. Да, 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 так вот. Я просто повелся, если честно. Да я понимаю, многие ведутся. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, да, Андрей Андреев, все максимально просто, все максимально прозрачно, а кому-то может показаться, что, типа, мой ебачок, я зазвездился. Нет, ничего подобного. Ребят, я со всеми, вообще максимально открыт, со всеми готов пообщаться, кто не придет, кто чем-то там не занимается и так далее. Я очень, в принципе, простой человек, как мне кажется. Я не знаю, может подтвердить, не подтвердите. нет, конечно. Каразин тебя однажды жаловался, что ты его заебал в люминусе. Заебал? Чем? Ну, докопался до него. ХЗ, да может быть, я не спорю, может быть, я же зануда. Я же зануда. Вот. А мне вот на лоботомии в прошлом году казалось, что я прям сильно борщил, когда мы с тобой вместе в обедах сидели. Нет, нормально. Нормально было. Слушай, я когда меня, типа, прям не начинает воротить, мне нормально, мне хорошо, ну, типа, окей, все. Не, ну, кстати, тогда вкусно пообедали, на самом деле. Прям очень классно. Какой у нас там было 8 человек, ну, прикольно пообщать. Ты говорил, что это мой брат, мой брат, а кто это был-то вообще? Брат мой был. Это реально-то брат. Настоящий брат, да. Он был младший, родной брат, он сейчас занимается. Подождите, а мы же все вместе там ели. Да, да, да. А он то, что он был? Он там чуть-чуть, да. А мы просто чуть раньше пришли, мы там сидели, мы там заказывали кучу, вы чуть больше пришли. Да, да. Наоборот. А, ну, может, может, вы раньше ушли? Я не помню. Короче, не суть. Я не пошел просто на лоботомии, на лоботомии кормят типа едой пивоваров. Я не пошел туда, потому что там хуйня полная. Но это мы вырежем, понятное дело. нет. Так вот, да, это был мой родной, младший брат, который является, наверное, самым близким моим человеком в жизни. И он сейчас от нас, он сейчас жил в Казахстане длительное время, занимается бизнесом другого порядка, связанным с арбитражем трафика. Вот. Но сейчас он будет в том числе заниматься тем, что будет открывать профильные заведения, которые будут с нашей, как раз, дистрибьюцией, связанные в Москве. В Москве живет сейчас. Так что в Москве тоже ждать споры на заведение от нашей пивоварии. Тоже будет связано со словом Арсенал? С Арсеналом почему связано? Потому что мы на заводе Арсенал находимся историческим. Это дань уважения тому, где мы находимся. Арсеналу. Лондонскому. Да. Или Тульскому. Тульскому Арсеналу. Ну, за Тульский, кстати, респектно прилетает на самом деле. Хорошо. А с кеми грибами, кстати, я даже не почитал. Слушай, я тебе прямо отвечу. Псилоцибиновые. Я тебе прямо отвечу. На самом деле, сейчас мы используем уже смесь подготовленную. Вообще, изначально все... Порошковую? Конечно, пьешь, порошка делается. Я на всякий случай просто уточнял, потому что я должен уточнять. она, грубо говоря, это сублимированные грибы, перетертые просто в порошок, да, по сути, можно сказать, порошковую смесь. Так что тут нечего отрицать. Вот. А так, это просто сушеные грибы, бультомат натрия, говорю честно сразу же, некоторое количество специй, там, кориандр, его достаточно много и так далее. Вот. Коротко. Блиц. Давай. У нас просто уже скоро закончил выпуск. Если, короче, Юрий Катунин позовет тебя к себе, короче, что ему ответишь? Куда к себе? Да не важно. кроватика это ответ. Все, нормально. Дальше еще вопрос. Сколько ты зарабатываешь? Почему? Блядь, ты еще продлилешь себя в вопросе. Сколько я зарабатываю? Сколько? Да я шучу, господи, это интересно. Скажем так, есть момент, именно сколько зарабатываешь. Именно на пивоваренье. Давай так. На пивоваренье. Ты зарабатываешь вообще на пивоваренье? Конечно. Конечно мы зарабатываем. Если бы мы не зарабатывали, мы бы этим не занимались. Но я отвечу сразу же, что то, что я зарабатываю и то, сколько я денег условно в месяц себе получаю, забираю, это разные вообще моменты. Хорошо, сколько ты забираешь? 120 тысяч. Мне этого хватает. Все. Вот. Следующий вопрос. Почему именно Блак? Плейк. Плейк, ладно. Плейк. На самом деле, два ответа есть. Короткие, быстрые? Один честный, а другой, который я уже позже придумал. Давай сначала, который позже придумал, в том числе. Потому что вот это вот крафтовое интересное пивоваренье, это как чума, которая поражает умы людей. Ферня, короче. Только какая хорошая, хорошая, такая благостная чума. А на самом деле, на самом деле, я просто со своей бывшей девушкой и ее подругой то есть, или мы что-то на кухне, а я как раз только вот уже запланировал варку. Я такой, ну надо, ну типа название. Я хотел сначала редлайн назвать, как некая такая, типа красная черта, как... Та самая тонкая красная нить. Да. Красная нить, которая связывает... Я понял, я понял. Красная нить, которая... Красная нить, которая связывает сердца людей. А потом такое, короче, а у меня уже был готов логотип, я его рисовал, просто по приколу иногда что-нибудь рисую. Вот. И мне на тот момент моя бывшая девушка, Женя, говорит, слушай, так у тебя же есть уже там типа логотип готовый, короче, возьми как-нибудь так, и, ну типа, с этим назови. И Катя, подруга, которая сейчас в Японии живет, говорит, слушай, так назови Plug Brewery. Я такой, да слушай, таких, наверное, до хера. Открываю тапок, напишу Plague, и там Black Plague только есть. В фиоварне из США. Я такой, блин, такой все, выбрал. И следующий вопрос, он максимально странный, и при этом такой серьезный. Сильная Россия не нужна красавикам? Не ожидал. Слушай, не ожидал. Ты в лице даже поменил. Ну это хороший вопрос, на самом деле. Я скажу прямо, мы, как пивоварня, именно Plug Brewery, мы не собираемся, скажем так, оставаться только региональной пивоварне. Мы не про политику. Я не про политику. Мы вообще, в принципе, про цены на солод, на хмелья. Я про это говорю. Очень часто ребятам из крафтовой тусовки интересно, что ой, меня зажимают, ой, меня из-за крымских санкций зажимают, меня теперь из-за СВО зажимают и так далее. И как будто бы им выгодно в этом течь во всем. А как будто бы, ну типа, чем сильнее наша страна, тем лучше, вроде как, для крафтовиков. Потому что американцы, он охуяет свой этот, типа, ботлоджик, триллиум, трехаус и так далее. И получается, это в самом деле есть и в Южной Америке, например, даже Аргентина, которая подзакрыла санкциями, забита. И Австралия. Она прям очень круто, мнение именно Аргентины, она тоже под санкциями, и у нее очень крутой сейчас рынок пивоварения, особенно джусиков, вообще просто разъехал. Так вот, мой ответ. Наша пивоварня, у нас есть перспектива на то, чтобы стать крупной компанией, которая будет не региональной, и не русской, она будет общей, мировой, общенациональной, как какой-нибудь Хайникин, Аллхоусс Браш, или как Баш, или как он там называется, вы поняли? АБНБФ, АБНБФ, да. АБНБФ, да. АБНБФ, да. АБНБФ, да. АБНБФ, да. Ну, я знаю, да. АБНБФ, это тип турецких компаний. АБНБФ, это крупнейший в принципе в мире пивоварня. Так вот, мы не будем только в России, но мы с корнями из России, поэтому у нас будет много продукции, которая будет с нашими корнями, например, в виде классов различных напитков, которые с нашим локарным сиреном. С Мэнмарином будет сделать коллаборацию? Мэнмарином? Мэнмарином. Блять. Нормальный, нормальный тема. Так, нам нужно закончить выпуск, на самом деле. А вообще, кстати, у меня есть небольшая мечта свариться со всеми, без пивоварнями, со всех стран мира. Взять коллабор. Супер-блэнд? Не супер-блэнд, по отдельности. А, я понял. Это как посетить все страны мира и свариться с представителями всех стран мира коллаборацией. В общем, ребят, завершая выпуск, что я могу сказать? Ждите коллаборацию Плакбрю и Фиджи. Фиджи был единственным, собственно говоря, островом, который не заразился ковидом. Вот. Ну, чума и на ваши головы тоже дойдет. Это была то ли дело прачка. Третий сезон, четвертая серия. Всем пока. Спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok